Я записал 100 роликов на YouTube за год, а с английским каналом так вообще 200. Что я понял за этот год и чему научился? Давайте разберемся. Всем салют, друзья! Меня зовут Олег Никитин, вы смотрите канал No Limitson, и это 101 выпуск на моем канале. Итак, чему я научился? Я выписал для себя 10 пунктов, ну, на самом деле, может быть, даже чуточку больше, и сделаю два ролика. В следующем ролике расскажу про аналитику YouTube, доход с YouTube и прочих источников дохода, а также расскажу, как я работаю с брендами и магазинами. Ну, а сегодня то, чему я научился в других аспектах. Первое, о чем я хочу поговорить, это постоянство выкладки роликов. Что такое 100 роликов за год? Это 2 ролика в неделю, ну, а с английским каналом это 4 ролика в неделю. И вы меня спросите, как, черт возьми, оставаться на плаву, оставаться в этом потоке и делать так много хороших, качественных видео для YouTube? Ответ очень простой. Вам должно нравиться то, о чем вы снимаете, о чем вы рассказываете. Я горю видеосъемкой, техникой, звуком, светом и всем остальным, и мне по-настоящему важно и интересно делиться этим с вами, моими зрителями. Их пока не так много, вас пока не так много, но мне доставляет огромное удовольствие этот процесс. И если бы я не горел тем, что я делаю, то я бы не смог по-настоящему погрузиться в это и находил бы тысячу и одну отговорку каждый раз, прежде чем записать ролик. Я бы мог сказать, что это долго, что это неприбыльно, что это не так интересно, как мне казалось до начала и так далее. А сейчас я просто знаю, что мне хочется обозреть конкретный продукт, конкретную монтажную технику, съемку и так далее. И знаю, что это вам будет тоже интересно, потому что из меня все это прет. Почему именно 100 роликов в год или 2 ролика в неделю? Все просто. YouTube и алгоритм YouTube очень любит постоянство. Он видит, что вы раз за разом, неделю за неделей, выкладываете по 2 ролика, и рано или поздно один из, допустим, 10 роликов на моем опыте выстреливает. Ну как выстреливает? Раньше было 100, 150, 200 просмотров, и у топовых роликов 5, 7, 10, 15 тысяч просмотров. А это, на секундочку, в 10 раз больше, чем большинство роликов. И постепенно эти цифры начинают расти и увеличиваться. И таким образом вы набираете все больше и больше обороты, а YouTube замечает, что вы постоянно делаете работу и потихоньку начинает предлагать ваши ролики. Ваши ролики. Ролики ваши предлагают большему количеству людей. Когда вы только задумываетесь о том, чтобы сделать свой YouTube канал, вы не представляете себе, какой объем работы вас ждет после того, как ролик уже смонтирован и готов. Я говорю сейчас о том, как правильно выложить ролик на YouTube. Дело в том, что именно процесс выкладки и размещения на платформе вашего ролика занимает, ну, пожалуй, столько же времени, сколько и съемка. Иногда и больше, ну, иногда меньше. Дело в том, что вам надо правильно просчитать и просмотреть теги. Для этого я пользуюсь плагином VidaIQ. Он бесплатный и позволяет вам находить более релевантные теги. И таким образом лучше продвигать ваше видео в поиске. Также стоит задуматься о том, какую обложку или превью для вашего ролика сделать. И на это тоже уходит достаточное количество времени. Плюс ко всему, вы должны обязательно грамотно прописать описание ролика, чтобы SEO-ядро вашего ролика тоже хорошо продвигалось. И вы знали, что он попадет либо в рекомендованное, либо в поиске будет хорошо отображаться. Но тут больше для поиска. А также прописать все ссылки, по которым будут переходить зрители и приносить вам маленький доход с помощью аффилированного маркетинга. Небольшой лайфхак в этой теме. Это зайти в настройки самого YouTube и сделать там сразу готовую часть описания, в которой вы пропишите, например, все ссылки, которые вы хотите под всеми роликами разместить. Ссылку на ваш сайт, на ваш инстаграм, на второй канал, если он есть, на продукты, которые вы хотите продвинуть, чтобы их купили ваши зрители и вы получили небольшую комиссию и так далее. Это облегчает процесс заполнения описания в будущем. Я так сделал примерно на второй-третий месяц только и понял, что сэкономил большую часть времени. И еще один небольшой совет. Вы можете прямо на ходу, допустим, в метро прописывать теги для своих видео и также делать описание ваших видео прямо на ходу. Я сижу в метро обычно и записываю описание, приезжаю домой и просто копирую из заметок. Четвертый момент. Это где искать темы для видео. Еще до того, как я начал снимать на свой канал, я написал 90 тем для выпусков. Это довольно много. Но я придерживался этих тем где-то 4-5 первых месяцев. А потом я начал делать проще. Я начал плыть по течению и просто прислушиваться к себе и понимать, насколько мне интересно снимать про то или это. Про этот продукт или другой. Вот, например, мне нужна была стойка журавль. Вот она сейчас, кстати, держит микрофон. И мне надо было посмотреть какой-то ролик на YouTube, чтобы выбрать. Я зашел, посмотрел более 10 роликов и понял, что такого, какой бы мне хотелось увидеть, я не нашел. И поэтому я взял две стойки журавля почти в аренду, да, в магазине. И сделал ролик, который бы я сам хотел посмотреть, будучи зрителем на YouTube. И вот таким образом я и пошел дальше. Я начал брать камеры, которые мне интересны, объективы, которые мне интересны. Рассказывать про настройки камер, про профиль изображения, про монтаж и все остальное. Про то, что действительно меня заботит, то, что мне интересно в первую очередь. И так мне стало гораздо проще и спокойнее, потому что я не придерживался четкого расписания, не заставлял себя делать ролики, которые мне казались раньше интересными, но интерес этот угас. И я спокойненько делаю то, что меня вдохновляет. И это отражается и на просмотрах, и на отзывах зрителей. Ну, то есть вас. Пятый совет можно разделить на А и Б. 5А это свет, а 5Б это звук. Это две самых важных составляющих на YouTube, на мой взгляд. Даже я бы поставил звук на первое место, но начнем мы со света. Итак, как вы можете заметить по роликам, которые я вам сейчас показываю, одни из первых на канале, свет у меня был довольно плоский, не совсем интересный. И я начал экспериментировать, пробовать разные типы освещения, а потом купил себе Godox VL-150 с огромным софтбоксом. Вот он у меня сейчас здесь снимает. И таким образом я получил гораздо более интересную по светотеневому рисунку картинку. И, соответственно, мне стало больше нравиться именно по атмосфере роликов. А также это отлично работает не только для освещения говорящей головы, то есть меня, но и для так называемого B-roll. Это у нас под съем каких-то красивых кадров продукта на столе, как правило. И это позволяет достичь более интересного, вкусного светотеневого рисунка и в целом получать лучшее качество роликов. Я думаю, вы можете заметить прогресс по ходу роста моего канала, по ходу развития моего канала, что именно визуальная составляющая стала куда более насыщенной. А теперь звук. Поначалу я записывался в отвратительно акустической комнате моей технокухни с кафельным полом, пустыми стенами, огромным количеством эхо. На данном этапе очень важно выбрать именно необходимые нам имеющиеся под рукой продукты или, если хотите, технику. И я поменял технокухню на отдельную YouTube-студию. Студию. Вот сейчас вы ее видите. Здесь еще много чего нужно доделать. Неоновую вывеску надо сделать потемнее, надо купить диммер, надо сделать лампочку другую. Вообще, в целом, привести это все в порядок и поработать со звуком. Работа со звуком в вашей студии – это очень важный аспект. И я хочу сделать отдельное большое видео, такое видео-тур по студии. Так что, если хотите это увидеть, то подпишитесь, нажмите на лайк, колокольчик, чтобы не забыть. И там я вам расскажу, как я работал со звуком, с акустикой помещения, что делал по свету, что делал для того, чтобы это все происходило быстрее, а не по три часа, как на технокухне выставлять свет, потом его собирать. В общем, все в деталях расскажу. Возвращаясь к звуку, я начал записываться на петличку Sennheiser G3. Это хорошая радиосистема с приятным звуком, но в отвратительной акустически неподготовленной комнате это все звучало плохо. Потом я перешел на систему Zhuravl Plus Sennheiser MKEI 600, который все еще меня сейчас записывает, и записывался прямо в Sony FS7. Это в целом давало неплохой звук, но все еще акустика нам сильно мешала. Сейчас же я перешел на третий вариант. Sony FS7 у меня на продаже сейчас, потому что я решил все-таки уже с ней расставаться. Она свое отработала для меня, на мой взгляд. А я буду использовать Audient EVA 4 аудиоинтерфейс, который записывается через длиннющий XLR кабель 10-метровый. Он идет через всю комнату. Запись идет в iMac у нас сейчас, и через всю комнату тянется кабель прямо сюда к микрофону. И еще я планирую взять звуковой преамп, предусилитель DBX286S. Его сейчас днем с огнем не сыщешь, поэтому пока еще его не взял. Так что когда возьму, еще тоже про него расскажу, и про аудиент расскажу, и про наушники, в которых я буду сводить звук. Все это дело мониторить, монтировать, чистить и так далее. Так что если вам и это тоже интересно, тоже колокольчик там. Кстати, у меня 96% просмотров от неподписанных на канал людей, так что можете исправить эту статистику. Про статистику будет видео следующее, там, четверг. Еще одним важным моментом является определить свою нишу на YouTube. Год назад я начал с того, что один выпуск у меня был посвящен мотивации, саморазвитию, каким-то жизненным аспектам, финансам. И вторая часть, второе видео в неделю посвящено технике, камерам, звуку и так далее. И в таком режиме я проработал, опять же, около полугода, и понял, что те темы, они классные, они полезные, они нужны, но именно меня они не цепляют настолько, чтобы про них с горящими глазами и пеной у рта говорить. Поэтому я решил перейти полностью на техно-тематику на своем канале, и это дало хорошие результаты. Те ролики так и не набрали достойного количества просмотров, только один, по-моему, набрал больше пары тысяч просмотров, а все остальное как-то там и болтается внизу в районе 150-200-300 просмотров. И таким образом я избавил себя от того, чем я заниматься не хочу, про что я снимать не хочу. Получил заряд энергии, потому что мне интересно сейчас рассказывать именно про технику, я этим живу, я этим дышу. И это хорошо отразилось и на статистике канала. Про статистику, опять же, в следующем ролике расскажу поподробнее. При этом стоит помнить, что не нужно бояться экспериментировать, вы можете какими-то вкраплениями пробовать разные новые рубрики, форматы, влоги, не знаю, про все что угодно. На ютубе можно все что угодно, главное захотеть про это рассказать. Если вы делаете это из-под палки, это не работает. А если вы этим горите, живете, дышите и кайфуете, то это другой разговор. Доходы падают, нестабильная ситуация, полная задница. Следующий аспект это боязнь камеры, заторможенность, медлительность, скованность, вообще в целом страх перед тем, чтобы сесть перед камерой и нажать на запись. Как ни странно, рецепта здесь нет. Я думал, что я спокойно могу выступать и на публике, и перед камерой, и это не какой-то супер большой челлендж для меня, а оказалось совершенно наоборот. Примерно первые 3-4 месяца я реально выглядел как полено, и мне ничего не помогало, я был скован, я был зажат, я был медлителен. И правда, вот ничего не происходило нового, пока я не набрал определенное количество часов. Как вот надо 10 тысяч часов полетов набрать, прежде чем стать классным пилотом, также нужно и наработать навык говорения на камеру или там на публику, не суть важна. Я перепробовал все методики, я прописывал сценарий слово в слово, я пробовал работать по телесуфлеру, я пробовал запоминать зубрить. Ничего из этого не сработало. Что работает? Очень просто. Список тем, на которые вы хотите что-то сказать, такие основные моменты, рэперные точки. Ю, это нет слова рэпа, если что. Так вот, вы просто по этим точкам идете и в большей степени импровизируете. И то, о чем вы рассказываете, как правило, вы в этом ас, дока, профессионал, и вы должны знать об этом максимум, и вам будет легко своими словами рассказать ту или иную тему, если вы просто опираетесь на основные пункты. Это позволит вам быть раскованным, свободным, свежим. А теперь, пожалуй, расскажу про самую большую боль, которая меня преследовала на протяжении всего года, и это помещение или пространство, в котором вы будете снимать. Дело в том, что основную часть роликов я снимал либо на техно-кухне, либо на фоне белой стены в углу комнаты, и каждый раз мне приходилось прибирать кухню, переставлять стол, выставлять свет, расставлять стойки, звук, камеры, штативы. Ну, вы понимаете, что это очень много времени занимает, и я посчитал, за год я потратил на это чистого времени 72 часа. Это трое суток просто на то, чтобы собирать и разбирать технику. Поэтому я переехал в квартиру побольше, здесь есть свободная комната, как вы можете заметить. Причем я сделаю все так в этой студии, чтобы здесь все было максимально логично, эргономично и быстро. Чтобы свет не мешал, чтобы стойка не мешала, чтобы я мог их просто разворачивать к стене, и они не загораживали половину комнаты. Также подготовлю с точки зрения звука. И тест-клапом. Света и всего остального. Так что большой видеообзор на мою новую студию будет скоро на канале. Я надеюсь, когда ДБХ приедет, аудио преамплифайер, как он, преамп ДБХ-овский приедет, и я сделаю большой видеообзор на свою студию, зачем здесь конкретные вещи находятся, что я с ними делаю, как, почему, зачем, все, короче, расскажу. И сюда же можно отнести еще вопрос с таймингом. Дело в том, что снимать один ролик и ради этого все выставлять, а потом все собирать, это большая ошибка. Старайтесь сделать так, чтобы вы снимали за один раз хотя бы два ролика. И в моем случае это четыре ролика, то есть два на английском, два на русском. Я их снимаю параллельно, по сути. Так вот, если вы научитесь снимать по два ролика за один раз, то вы получите в два раза большую эффективность вашего времени. А еще можно работать сразу за двумя компьютерами, как я это делал раньше. За iMac у меня рендерится один видос, а на MacBook я делаю уже другой. И таким образом я успеваю не ждать, пока отрендерится одно видео, а спокойно делать параллельно сразу два. Или здесь у меня YouTube рендерится мой, а на втором компьютере, допустим, клиентская какая-то работа, клиентское видео обрабатываю. В общем, максимизируйте свои ресурсы и старайтесь как можно меньше времени тратить на конкретную съемку одного ролика. Лучше все это объединять, смотреть, какие кадры вы можете использовать уже отснятые в новых роликах и так далее. Это нужно продумать до того, как вы нажимаете на запись. В качестве примера таких роликов могу привести съемку про микрофоны для телефонов и стадикамы для телефонов. Это было снято все в один заход, и они очень сильно друг с другом перекликались. Или даже я, например, снимал в поезде, в своих поездках из Москвы, Воронеж и обратно. Так что выжимаем максимумы своего времени. Но, друзья, в таком режиме обязательно нужно уделять время для отдыха, для общения с друзьями и время для семьи, потому что в таком режиме вы можете рано или поздно просто выгореть, и, ну, уже никакого удовольствия вам YouTube не будет приносить. И какими бы цифрами вы не наслаждались тысячами просмотров, десятками тысяч просмотров, если вы будете умирать, записывая эти ролики и монтируя их, то зачем это нужно? И поэтому мой следующий совет – это поддержка семьи. Дело в том, что я в этом плане счастливчик. Моя семья меня поддерживает, и дочка периодически участвует в роликах, и Катюша часто принимает участие, и они знают, что если мне нужно время для того, чтобы записать видео, они тихонечко сидят в соседней комнате. Мы несколько раз ели в Ксюшиной комнате в детской, просто потому что технокухня была занята, и они меня за это не ругали, не говорили, что ты там мешаешь, занимаешься ерундой, ты с этого все равно зарабатываешь какие-то копейки. Про заработок в следующем видео не такие уж копейки, ну, относительно. И так далее. То, что они соглашаются поучаствовать в любом ролике, о чем бы я их не попросил, поддержать свет, не знаю, там, элементарно замазать прыщи на моем лице, да, кстати, все ютуберы так делают. В общем, это все очень мне помогает. Девчонки, вам спасибо большое. И, кстати, друзья мои тоже с охотой соглашаются, приезжают, подсказывают. Я списываюсь, спрашиваю, что им нравится, что не нравится, как я могу улучшить свой YouTube-канал, и они всегда готовы помочь. Так что берегите своих близких. Поехали дальше. И финальный совет на сегодня, или даже не совет, а вопрос. А зачем вообще начинать YouTube? Кому это надо? Что я вообще из этого получу? Давайте посмотрим. Я даже выписал себе такой список. Вы получаете колоссальный опыт в... Поехали. Съемка, монтаж, цветокоррекция, звук, записи, обработка, освещение, подача материала, написание сценариев, более чистая, грамотная речь, уверенность в себе, повышается, само собой, работа на камеру, креативное и критическое мысление, мысление, вы поняли? Дисциплина и саморазвитие. Я недавно общался с блогером, у которого 2 миллиона подписчиков Instagram, и она начала недавно еще и свой YouTube-канал, и буквально месяц-полтора работает. Говорит, у меня шестеренки в голове зашевелились, просто нереальным образом я начала чувствовать прогресс, я начал чувствовать, что я лучше общаюсь с клиентами, я лучше общаюсь с коллегами, я начала быстрее мыслить, у меня мозги заработали по-другому, чего и вам я желаю, чтобы вы попробовали, протестировали это на себе. Просто ради интереса, закиньте пару видосов, расскажите о том, что вас волнует, что вам интересно, почему вы решили просто взять камеру и нажать на запись. И поделитесь, кстати, своими мнениями и впечатлениями про ваши YouTube-каналы или про ваших друзей в комментариях к этому видео. Ну что, лайк, подписка, колокольчик, как я уже сказал, будет много всего интересного, начинаем новый этап в новой студии. С вами был Олег Никитин, No Limitson, технокухня в прошлом, так что оставим ее там. Всего вам хорошего, друзья, берегите себя, увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok